Рынок труда в финансово-банковской сфере в последние два года не имеет баланса. Спрос превышает предложение в два раза. В этой связи, естественно, все эти проблемы, когда кадровые службы говорят «найди любой ценой». И готовы закрывать глаза на такие разы. Я думаю, что некоторое охлаждение финансового рынка в России, которое сейчас произойдет, наверное, все-таки сбалансирует рынок труда. И мы станем более тщательно отбирать. Я вам могу привести одну цифру. Не буду называть банк, это неправильно. Значит, в 2006 году один из банков, который начал активно работать на рынке ритейла, он принял за год к себе на работу две с половиной тысячи сотрудников. Ну, вы понимаете, какое качество может быть при таком объеме привлеченных сотрудников. Он там в три раза, по-моему, увеличил количество сотрудников. При этом оказалось в следующем 2007 году текучесть у них была две трети. То есть им пришлось две трети, в следующем 2007 году две трети этих сотрудников заменить, потому что они были даже просто профессиональными приводами. А уж говорить о человеческом факторе, который там, то его и светло. Ну, это очень просто, когда вызовете эту сотрудников на беседу, и скажете, что у вас есть полная убежденность, что он совершил уголовно наказуемое деяние, и вы об этом сообщите правоохранительным, либо вы сообщаете об этом правоохранительным орденам, кто ему не вводит заявление на стол, я думаю, что он выберет второе. К сожалению, не выбирает. Тогда надо дальше исследовать. Тогда надо этим серьезно заниматься. Зачем вам сотрудник, в отношении которого есть информация, что есть? А вот вы сказали, что проведены были уголовные дела до государственного заключения. А в каких именно сферах? То есть у вас, кстати, хотелось бы понять, за какие преступления вы говорили или наказывали? То есть это была статья о мошенничестве или что? Статья о мошенничестве, с нашей точки зрения, к сожалению, на данный момент очень сложно доказывать. Мы, наверное, больше можно заниматься этой проблемой, пока решение не нашли. Я с вами абсолютно согласен. Доказывание умысла – это жуткое дело. Статьи, связанные с самыми разными преступлениями, о которых я говорил в информационной сфере. 244 случаев. Я же говорю, что это настолько латентное преступление. Я как раз хочу обратить ваше внимание, имейте в виду, что это очень сложно даже просто получить сигнал о том, что есть внутри банка такая деятельность на законах. Это нужна специальная большая система мер. Я очень хотел бы, кстати, обратить ваше внимание на то, что стандарт Центрального банка по информационной безопасности достаточно неплохо прописывает систему мер по защите банковской тайны. Я вас прошу всех посмотреть этот стандарт. Он достаточно неплохо прописан и является основой для построения системы защиты информации банка. И он, кстати, этот стандарт как раз исходит из того, что опасность представляет прежде всего сотрудникам банка. А еще вопрос можно, вы сказали по поводу банка, который розничный бизнес набрал больше тысяч сотрудников в течение года. То есть, с вашей точки зрения розничный бизнес вообще невозможно набрать профессиональных сотрудников? Ну, в массовом, окей? Конечно, не надо. В течение массового банка? Ну, не бог, конечно, не надо. Ну, потому что нет такого количества сегодня сотрудников на рынке и свободы честных людей. Впрочем, все группы, вот я вам хочу сказать, все группы мошенников на рынке потребительского кредитования, которые сформировались за последние годы, они сформировались именно потому, что набор сотрудников шел по минимуму профессиональных навыков, а человечного фактора вообще никто не имеет. А вот если вы, первое, скажете, с точки зрения того, чтобы не набирать профессионалов и учить их самостоятельно, то есть вы считаете, что они с того со временем станут мошенниками? Нет. Ну, если вы будете проводить необходимую политику по поддержанию нужного климата с точки зрения человеческого фактора в коллективе и принимать все превентивные меры... Вы знаете, самая лучшая превентивная мера постоянно сообщать коллективу, насколько успешно вы выявляете у себя внутри различных мошенников, лиц, которые неправомерно что-то делают и так далее. Это самая лучшая превентивная мера. Если вы в течение каждого месяца будете увольнять кого-то за совершенное что-то неправомерное, я вас уверяю, в коллективе все будет хорошо. Но если вы будете уволять реально нарушившие отчеты наскорбительного, не нарушая... Но опять же вы говорите... Самая лучшая среда, я вам еще раз говорю, как человек, который работал долго в системе безопасности, самое лучшее средство обеспечения безопасности – это превентивные меры. Страх перед тем, что вы будете разоблачены – это самое надежное средство удержать человека до совершения необдуманных поступков. Я думаю, мы сейчас начали обсуждать уже как-то политику. И, в принципе, это тема другой конференции, которая скоро тоже будет проходить, и придешь на ассоциацию «Легиан» в Нью-Контакте России. И я прошу прощения, последний вопрос, потому что нас уже ждет кофе, кулары... Вы могли бы, как эксперт, дать хоть цифру, во сколько вы оценили ущерб российских банков в прошлом году именно от действий инсайдера? Я напомню, вот эти внешние киберпреступники, они 10-15 миллионов долларов нанесли ущерб по разным оценкам, но никто не дает цифру от ущерб и доставит. Сотни миллионов рублей. Сотни миллионов рублей. Спасибо. Я думаю, что это примерно миллион пятьсот общий ущерб. Я хочу обратить ваше внимание с точки зрения получения информации для своевременной разработки мер защиты банка. Одна из компаний сейчас ведет постоянный мониторинг всех видов прессы, в которых сообщается о тех и иных видах мошенничества, законополучения информации, как это все виды преступлений в банковской сфере. И ежемесячно это выпускает бюллетень. Очень серьезный источник сегодня информации для того, чтобы быть все время в курсе, все время на чеку, все время знать о том, где новые схемы изобретаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова